С новостями культуры познакомлю вас я, Жанна Мамилова. Здравствуйте! Победитель 98-го Венецианского фестиваля фильм Александра Сокурова «Фауст» вышел вчера в российский прокат. В Москве картина будет демонстрироваться в 41-м кинотеатре. Ленту уже показывали в Ульяновске, также прошли премьеры в Санкт-Петербурге и Москве. Критики неоднозначно восприняли «Фауста», хотя абсолютно все согласились со словами председателя жюри Венецианского кинофестиваля Дарена Ароновски, сказавшего, что это тот фильм, который меняет жизнь каждого, кто его увидит. Большинство киноведов считают, что Сокуров создал главный киношедевр последних лет. Однако говорят, что некоторые... Это кино не для всех, поскольку в нем немало шокирующих сцен. Сам же режиссер на вопрос, почему в фильме так много ужасного, отвечал, что наоборот старался смягчить самые страшные моменты. «Все вещи жуткие, жесткие, убранные из картины», – сказал он. Но такова история жизни этого человека и его поступки, его бесконечная способность предать и забыть. И страшно это потому, что это в природе человека. «Фауст» – последняя часть кинотрилогии знаменитого режиссера о природе власти. Центральные персонажи первых трех картин – исторические лица – Адольф Гитлер, Владимир Ленин и японский император Хирохита. Символический образ «Фауста» завершает ряд великих игроков, проигравших свои главные жизненные партии. Как замечают прокатчики, «Фауст» Сокурова – не экранизация гнетовской трагедии в обычном смысле. Это прочтение того, что осталось между строк. В картине «Фауст» – мыслитель, рупор идей, транслятор слов, прожектор, мечтатель. В российском прокате фильм будет идти на немецком языке с закадровым голосом Александра Сокурова. По словам продюсера картины Андрея Сигли, она продана в 32 страны мира. В России лента выходит на 100 копиях. Также планируются спецпоказы ленты в регионах страны. Больше новостей о культурной составляющей нашей жизни на сайте www.tbndefistv.ru Далее в выпуске – новости спорта. Далее в выпуске – новости спорта.